МАНГАСТИН МАТЕ Он получился путем смешивания аргентинского чая МАТЕ и тайского МАНГА. Можно по своему желанию создать чай с уникальным вкусом. Смешение чаев завоевывает расположение молодежи. Я это очень ценю. Я очень взволнован тем, что оказался в Китае. Потому что здесь производят один из лучших чаев в мире. Качественное сырье, удачная бизнес-модель и покупатели смешанного чая получают совсем другой опыт. Мы часто устраиваем промо-акции, например, для травяного чая Рой Буш из Южной Африки или для чая из Южной Америки Риби Мате. Вы смотрите Путь к успеху. Каждую неделю мы будем вас знакомить с самыми инновационными китайскими предприятиями и предпринимателями. Я Трэйси Ча. Чай это неотъемлемая часть повседневной жизни китайцев. И сегодня мы познакомим вас с компанией, которая устроила революцию в тысячелетней китайской чайной культуре. Ван Жун – жительница Пекина, ей 20 лет. Она частенько посещает один чайный магазинчик в торговом центре Джой Сити в пекинском районе Чаоян. Чаи с разными вкусами со всего мира смешиваются здесь, чтобы привнести нотку новизны в древнюю китайскую традицию чаепития. Мне особенно нравится чай под названием «Мангостин Мате». Он получился путем смешивания аргентинского чая Мате и тайского Манго. Вкус получился необыкновенным. В него также можно добавить и другие ингредиенты, например, мед. И стоит он недорого, всего 159 юаней за упаковку, которой хватает примерно на месяц. Именно в Китае впервые одомашнили чайное дерево. И с тех пор, вот уже 4,5 тысячи лет назад, кладут чайные листья в горячую воду. Ван Фанчэнь – профессор, специализирующийся на чайной культуре в Китайской академии наук. Изучает китайские традиции смешения чаев. Он считает, что сложный процесс заваривания чаев с разными вкусами существует уже длительное время. Люди начали смешивать китайский чай со знаменитыми видами цветов, такими как жасмин или магнолия, довольно давно. Этот метод называется сюн. Прежде чем смешивать чай со свежими лепестками жасмина или другими цветами, которые вам нравятся, чайные листья нужно хорошенько высушить. Только так чай впитает аромат свежих цветов. Затем его высушивают повторно, чтобы запечатать аромат внутри. Это называется единичный сюн. Можно повторять этот процесс до бесконечности, добавляя другие цветы и высушивая чай, чтобы создать, например, шестой и седьмой сюн. И хотя этих цветов в чае не будет, сам чай напитается их ароматом во время заваривания. Это можно делать с любым цветком, но жасмин все же самый популярный вариант. Метод Клайда полностью отличается от этого традиционного метода. Их мешальщики чаев в основном из Северной Америки. Они смешивают традиционные китайские чаи, такие как белый, пуэр или улун, с травами, фруктами и пряностями, чтобы создать нечто непохожее на традиционный китайский чай. А чтобы быть в тренде модного нынче здорового образа жизни, большинство их продуктов экологически чистые. Один из сооснователей Клайда, Майкл Моу, впервые наткнулся на смешанные чаи, будучи студентом в Канаде. В то время такие чайные заведения, как Дэвидс Ти и Старбакс Ти Ван, открывались в США повсеместно. Но когда в Китае в 2014 году Майкл открыл первый магазин, о смешанных чаях почти никто не знал. Моу говорит, что он нацелен на огромный, незанятый рынок между трендовыми кофейнями и традиционными китайскими чайными домами. Я сравнил два рынка. Внимательно изучил чайные пристрастия китайцев и пришел к выводу, что на рынке есть огромная, незанятая ниша. Если изменить чайные пристрастия китайцев, то появится субрынок между кафе и чайными домами. Именно этим я и решил заняться по возвращении из-за границы. Ситуация на рынке оказалась даже лучше, чем Майкл предполагал. Первый день продаж на одной из интернет-платформ Клайда получил более 300 заказов, хотя они и предлагали лишь две смеси чаев. Этот первый успех сподвиг Майкла открыть традиционный магазин. Я напоминаю, что с помощью своего смартфона вы можете отсканировать QR-код внизу своего экрана, чтобы посмотреть предыдущие выпуски нашей программы. А сейчас мы побеседуем с профессором Дьянин, заместителем директора в Центре анализа деловой ситуации Китая в Университете Цинхуа. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня, профессор Дья. Не за что, Трейси. Итак, позвольте спросить, какую именно нишу пытается занять Клайду в Китае, родине чайной культуры, потому что мне кажется, что чайный рынок Китая довольно насыщен на данный момент. Это интересная бизнес-идея. И вы абсолютно правы, когда говорите, что Китай считается одной из родин чая. У нашей страны очень древняя культура чаепития. Ни для кого не секрет, что люди пьют чай каждый день и покупают чай премиум-классов в подарок, потому что сейчас это довольно популярно. Но если посмотреть на чаи, которые люди пьют, это зеленый чай, жасминовый или улун. Но если проанализировать весь чайный рынок, то он довольно фрагментированный. На топ-10 игроков рынка, если посмотреть на годовые продажи, пришлось лишь 30% всего рынка, поэтому конкуренция здесь есть еще куда расти. К тому же Клайду приходит на этот рынок с продуктом из-за рубежа. Чай появился в Китае, но смешанный чай стал популярен в США. Когда я была в Америке, то постоянно пила смешанный чай. По возвращении в Китай я не пила ни чашки. Мне кажется, что эта компания пытается привезти сюда то, что зародилось в Китае, стало популярно в США и сейчас снова возвращается в Китай. Мне кажется, что у компании уйдет некоторое время, чтобы обучить рынок, потому что мне трудно представить, как сейчас простые китайцы будут пить смешанный чай. Спасибо за ответ. Локализация очень важна для бизнеса. Как вы считаете, что нужно сделать Клайдо для того, чтобы адаптировать свой продукт под вкусовые пристрастия китайских потребителей? Отличный вопрос, Трейси. Я считаю локализацию очень важной. Для того, чтобы эффективно выйти со смешанным чаем на китайский рынок, Клайдо нужно держать в уме несколько факторов. Во-первых, вкус чая. Иностранцы предпочитают чай с крепким вкусом, в отличие от китайцев, которые любят более мягкий чай. Поэтому разницу между вкусом и ароматом нужно учитывать и постараться ее адаптировать под местные предпочтения. Второй фактор – это функциональность. Когда китайцы пьют чай, они также учитывают и те дополнительные функции, которые этот чай может им дать. Например, красоту или похудательный эффект. И не отличай Клайдо дополнительное преимущество. Об этом компании тоже предстоит подумать. И третий фактор – это причина покупки. Мы знаем, что многие люди из Китая покупают чай премиум-класса в подарок. Люди делают хороший бизнес на подарках. И такие операции занимают значительную часть в продажах чайных компаний. Поэтому Клайдо, выходя на китайский рынок и открывая традиционные магазины, стоит подумать о том, чтобы ввести подарочные наборы. Это также очень важно. Клайдо меняет китайские традиции. После короткой паузы мы поговорим о его клиентах. Чем клиенты Клайдо отличаются от обычных любителей чая? Внимание на экран. Пекин становится все более международным городом, так же, как и вкусовые пристрастия его горожан. На улице Сан-Литун, что в восточной части района Чаоян, появление чайной Пабс Ти-Лаб вызвало настоящий ажиотаж. На первый взгляд может показаться, что продавать чай в Китае – это безрассудная затея. Но сооснователь этого заведения, Джеред Уэстон, уверен, что этой иностранной компании удастся привнести нечто новое на родину чая. Я это очень ценю. Я очень взволнован тем, что оказался в Китае. Потому что здесь производят один из лучших чаев в мире. Мой любимый чай – это белый чай с ионами серебра. И наша компания сделала великолепный ход. Предложила клиентам чай от сухости кожи. Когда погода станет более сухой, я буду выглядеть лучше благодаря чаю, полезному для кожи с ионами серебра. В нем также есть аромат розы, немного стелии и лаванды, что придает великолепный запах и делает мою кожу теплой и красивой. Смешивание чаев привлекло внимание как китайских, так и иностранных предпринимателей, среди которых был Мартин Пап, генеральный директор Пап Сти. Американец по национальности Мартин получил глубокие знания в чайной области, когда в 2006 году закупал из Китая чай для компании, занимающейся экспортом кофе. Вскоре он сам стал большим фанатом китайской чайной культуры. Я приехал в Китай в 2009 году. У меня не было в целях заниматься чаем. Я хотел познакомиться с культурой, начать учить китайский язык. Я никак не думал, что в итоге я останусь здесь, открою свой чайный бизнес и все это будет так органично. Вместо того, чтобы сосредоточиться на китайском чае, Пап закупает чай повсеместно, в таких странах, как Марокко, Бразилия и Турция. У них также есть свой сайт в интернет-магазине, в Вичате, и традиционный магазин, где они продают особые чайные смеси и организовывают чайные мастер-классы и мероприятия для клиентов. Для того, чтобы смешивать чаи, мне приходится брать только лучшие сорта. Я создаю смеси невероятно высокого качества, таких больше вы нигде не встретите в мире. Но это явно не оценили бы на Западе. Пап уже получил 3 миллиона юаней путем сбора народных средств. Он открыл в Пекине уже 3 точки, и в ближайшие 3 года он планирует расширить свою сеть до 50 точек по всей стране. Госпожа Диа, я никогда раньше не пробовала смешанный чай, даже не знала, что подобный продукт есть в Китае. Скажите, кто является целевой аудиторией Клайдо? Это интересный вопрос, потому что мне кажется, что будет очень трудно изменить привычки и поведение людей, потому что чай – это не просто продукт, а целая культура. Поэтому основная масса клиентов, взрослые люди, будут по-прежнему пить традиционный зеленый чай или жасминовый чай на повседневной основе. Поэтому Клайдо нужно сконцентрироваться на молодом поколении. Я бы даже поделила их на несколько групп. Первая – это молодые китайцы с открытым мышлением, готовые пробовать новые экзотические вещи, что-то, чего они раньше не видели. Вторая – это иностранцы, проживающие в Китае. Это отличная бизнес-стратегия. Если посмотреть, то многие китайские компании выходят сейчас на внешние рынки, и им приходится адаптировать свои товары под предпочтение целевой аудитории. Поэтому иностранным компаниям нужно делать то же самое и в отношении своих китайских клиентов. Поэтому, выходя на китайский рынок, Клайдо может сделать упор на иностранцах, проживающих здесь. Ей не нужно будет тратить время на воспитание специфической ниши рынка. Это очень интересная точка зрения, госпожа Диа. Вы говорите, что клиенты Клайдо – это молодежь, а молодежь – это следующее поколение потребителей. Как же Клайдо успешно привлечь этих молодых клиентов? Я считаю, что Клайдо может предпринять несколько шагов. Первое – они могут постоянно предлагать новые продукты. Молодежь любит пробовать все новое. Зара, например, действует по тому же принципу. Каждую неделю компания выдает новые линии одежды. Наличие постоянной текучки очень важно. Поэтому, если Клайдо будет время от времени предлагать новые интересные и экзотические продукты, они будут привлекать все новых и новых клиентов. Второй шаг – это ценообразование. Если компания ориентируется на молодежь, которая, как мы знаем, не обладает высокой покупательской способностью, то цена на их продукцию должна быть приемлемой. Поэтому здесь компании стоит быть внимательнее. Третий шаг – это культивировать поклонников. Почему такие компании, как Xiaomi, успешны? Потому что они тратят средства на привлечение клиентов. Повышают лояльность к бренду. Именно они повышают свои продажи за счет повышения узнаваемости бренда. Проще говоря, они продают историю, идеологию своим клиентам, своим лояльным поклонникам. Те остаются с ними надолго и повышают доходы компании. Молодые люди достаточно придирчивы, их трудно удовлетворить. Это верно. Но нужно пробовать. Верно. Профессор Диа, я не могу не спросить вас об интернете. В наши дни все связано с интернетом. Как компании вроде Клайдо успешно внедрить так называемое интернет-мышление в свою повседневную деятельность? Это великолепный вопрос, Трейси. И для кого не секрет, что в наши дни очень трудно найти что-то новое в таких традиционных отраслях, как еда или напитки, где конкуренция очень острая, и рынок просто перенасыщен. Но посмотрите на новые интернет-компании, такие как Хуан Тайди, которые делают китайское Диань Бин Годзи или Диань Сяобай, которые производят китайское белое вино. Они привлекают огромную аудиторию, особенно онлайн. Их успех неразрывно связан с маркетингом, в который они внедряют интернет-мышление в свою работу. Им не кажется, что залог их успеха в том, что они действительно понимают, чего хотят их покупатели, и они осознают, что с помощью интернета каждый покупатель получает огромную покупательную силу. С помощью интернета они могут совершать совместные покупки, быстро обмениваться отзывами об определенном продукте, что дает им огромную покупательную силу. Обилие и доступность информации в интернете помогает им принять более взвешенные решения перед покупкой. Таким компаниям нужно захватить душу и сердце своих покупателей, особенно среди молодого поколения. Им нужно стать друзьями со своими клиентами. Именно поэтому такие компании успешны, потому что они не просто продают свою продукцию или рассуждают о функциях их товаров или о их качестве. Они говорят об идеологии, видении, о том, во что они сами верят, и это влияние на молодежь привлекает их. Поэтому не нужно говорить, что интернет-мышление очень важно для будущего компании. Верно. Нам нужно прерваться на короткую паузу, после которой мы обсудим бизнес-модель Клайдо. Бросить вызов тысячелетним традициям задача не из легких. Давайте посмотрим, как это делает Клайдо. По некоторым данным, любителей чая в мире насчитывается около трех миллиардов. Это значит, что два человека из пяти, встреченных вами с удовольствием, выпьют чашечку горячего напитка. Согласно отчету ООН, в 2013 году Китай произвел около двух миллиардов тонн чая, занимая при этом около 40% рынка мирового производства этого напитка. По данным веб-сайта Quart2, ежегодно китайцы потребляют 566 граммов чая. В некоторых регионах средний показатель еще выше, так в районе дельты Джуцян, потребляют около двух килограммов чая в год на человека. В то время, как рынок чая в Китае огромен, рынок смешанного чая еще необычайно мал. Ван Фаншэнь считает, что должно пройти некоторое время, прежде чем клиенты привыкнут к этой идее. Китай — открытая страна, в последние годы особенно. Здесь побывало множество иностранных туристов. Многие иностранцы приехали сюда работать. Там, откуда они родом, принято что-то добавлять в чай. Поэтому я считаю, что подобный чай будет легче продать нашим иностранным друзьям или нечистокровным китайцам. Мне кажется, что широкая китайская общественность не примет этот продукт. Поэтому неудивительно, что целевой аудиторией Клайда являются иностранцы, а также 20- и 30-летние китайцы. Партнершей Майкла Моу является сертифицированный мастер чайной церемонии. И вместе они смешивают чаи так, чтобы угодить вкусам своих клиентов. Компания сейчас планирует в сотрудничестве с местным правительством города Нинбо построить базу по смешиванию чаев и мастерскую по их очистке. Моу также хочет максимально увеличить количество конечных покупателей. Мы также продаем нашу продукцию напрямую ресторанам, компаниям, занимающимся напитками, а также спа-салонам и салонам красоты. Мюса помогает им улучшить качество обслуживания клиентов, а нам увеличить продажи. Для стартапа наподобие нашего это очень здорово. Это помогает нашей капиталоемкости. Мы также постоянно повышаем нашу узнаваемость на интернет-площадках, вставляем прямую рекламу и продакт-плейсмент в телесериалах и ТВ-шоу, ну и, конечно, инвестируем в развлекательные мероприятия. И они ну и, и у вас есть конечно, егодня Китай является одним из крупнейших производителей чая, его собственный рынок довольно фрагментированный. Согласно данным «Евромонитор», 10 крупнейших компаний занимали лишь 34% годового объема продаж в 2014 году, что означает, что никто из них не ровне таким международным гигантам, как английский Липтон. В Англии, где не производят никакого чая, чайная индустрия приносит более 23 миллиардов долларов в год, поэтому показателю они на 3 миллиарда опережают Китай. ПАП считает, что это возможность развить собственный бренд. Мы планируем стать самым модным и высококачественным чайным брендом в ближайшие два года. Дела у нас уже идут довольно неплохо, но еще есть над чем работать. Мы хотим и дальше учить наших клиентов пить иностранные чаи. Мы часто устраиваем промо-акции, например, для травяного чая Рой Буш из Южной Африки или для чая из Южной Америки Риби Мате. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы стать брендом, который люди будут покупать, чтобы попробовать эти чаи. Мы также планируем начать продавать наш чай за границей, по всему миру, но это планы ближайших пяти лет. Китай сейчас работает над восстановлением торговых маршрутов вдоль шелкового пути. Но ждет ли индустрию китайского чая возрождения? Это вопрос, на который смешиватели горят желанием ответить. Профессор Виа, тут у нас слово, которое еле можно выговорить. Мы говорили о P2P, O2O, B2B, B2C. А у этой компании модель B2B2C. Вы можете ее как-то прокомментировать? В ее основе модель B2C, где с одной стороны Клайдо, а с другой индивидуальные покупатели. И сюда компания добавила еще один слой B. Основная идея заключается в том, что Клайдо нужно переучить рынок. Ей нужно время, чтобы изменить традиционное поведение потребителей. Если мы говорим о чайном бизнесе, то им нужно где-то выставлять свой продукт и показывать, как он работает. Ведь многие люди понятия не имеют, что такое смешанный чай. Поэтому им приходится взаимодействовать с партнерами, чтобы выставлять у них свою продукцию, показывать, как она работает, или же давать бесплатный чай на пробу. Поэтому перейти от B2B к B2C немного трудновато. Поэтому им нужен дополнительный слой. Это же не слоеный торт? Нет, конечно, тут все намного сложнее. То есть, как вы недавно заметили, этой компанией будет не просто привлечь целевую аудиторию, и местоположение их торговых точек очень важно. Выбор места под магазин стратегически важен в данном случае. Что вы скажете? Все верно. В традиционных сферах, таких как еда и напитки, для компаний вроде Starbucks, главной проблемой всегда был выбор места под торговую точку. Успех этих компаний кроется в местоположении и внимании к деталям. То же самое относится и к франшизам. Если у вас успешный магазин, вы можете продать кому-нибудь франшизу. И в наши дни, с наличием интернета, снова мы говорим об эре интернета. Доступ к клиентам становится легче. Поэтому мне кажется, что успех сейчас больше зависит от возможности привлечь клиентов с помощью интернет-маркетинга или интернет-присутствия. Сейчас предприниматели меньше беспокоятся о проблемах, связанных с местоположением традиционных магазинов. Но тем не менее, если Клайдо собирается открывать традиционный магазин или что-то подобное, ей нужно выбирать более проходные места, где постоянно ходят множество потенциальных покупателей. Мы так часто сравниваем Клайдо со Старбаксом, потому что, возможно, Клайдо станет китайским Старбаксом. Но скажите, какие перспективы вам видятся у компании вроде Клайдо? Я думаю, что Клайдо надеется, что однажды они дорастут до размеров Старбакса, и их точки будут по всему миру. Но что касается Китая, я думаю, что в ближайшем будущем Клайдо останется в своей рыночной нише. Потому что чай очень тесно связан с китайской традиционной культурой. Будет очень трудно изменить представление людей о чае. Поэтому, как мне видится, компании Клайдо нужно сосредоточиться на своей целевой аудитории, занимаемой рыночной нишей и стать малым бизнесом. Им нужно уделить серьезное внимание маркетингу, потому что я вхожу в их целевую аудиторию, но я даже не слышала о смешанных чаях. На самом деле, они занимаются онлайн-продвижением. Если вбить в Google или Байду Клайдо, то появится их реклама. Если у них хорошо пойдут дела, может, Старбакс их купит? Это вполне возможно, ведь мы знаем, что Старбакс владеет Тиваной в США, которая начинала так же, как Клайдо. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо вам огромное, что пришли, профессор Дя. Спасибо, что пригласили, Трейси. В то время, как Китай становится все более современной международной страной, многие китайские традиции меняются или пересматриваются, чтобы удовлетворить новое поколение покупателей. Я думаю, в ближайшем будущем появится много таких компаний, как Клайдо. Эта программа – путь к успеху. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok